Теперь едем в Дижон. Прибыли в Дижон. Население города около 150 тысяч. Это нарисовано. Винный погребок. Дижанский городской парк. Триумфальная арка. Порт Гийом. На площади Дарси при въезде в старый город. Подошли к арке поближе. Улица украшена гербами городов Бургунди. Здесь проводят фестиваль вина. Говорят, что в фонтане при этом вьется вина. Это в другую сторону от фонтана. Местное отделение крупнейшей международной банковской группы со штаб-квартирой в Париже. Эта улица с флагами-гербами называется Рю де ла Либерте, то есть улица из свободы. В этом вычурном здании телеграф, почта, телефон. Шпиль над главным входом. И в Дижоне многоцветные крыши. Модный магазин головных уборов всех видов. Редактор субтитров А.Семкин Дижон был главным городом бывшего герцогства Бургундского. А это герцогский дворец 14-15 веков в центре старого города. Сейчас здесь музей искусств. Говорят, один из лучших во Франции. Самая старая часть дворца герцогов Бургундских. 14-й век. Во дворе дворца памятник какому-то скульптору. Судя по инструментам, его в руках. Это по голове бьет эта штука? Да. Колодец. Перед нами фасад церкви Сен-Мишель. Музей изящных искусств. На фасаде имена выдающихся деятелей. Жан-Филипп Рамо, один из крупнейших французских композиторов эпохи барокко, уроженец Дижона. Интересные украшения старого здания. Лицо. Прозрачная башня. Музей изящных искусств. Музей изящных искусств. Изображение кота на крыше. Крытый рынок Дижона. А это заведение функционирует с 1747 года. Символом города Дижон является сова. В исторической части города, такими указателями с совой, вмонтированными в тротуары, обозначен туристический маршрут. Он ведет к главной сове города, маленькой скульптуре, закрепленной несколько столетий назад на одном из углов собора Ноттердам. Жители города и туристы верят, что прикосновение к сове левой рукой приносит удачу. В результате износа от рук сова потеряла свой первоначальный облик. А в 2001 году хулиганы, а может быть те, кому сова не помогла, откололи часть скульптуры. Теперь на ночь сова закрыта воротами. Внутри собора Ноттердам оформлен в традициях бургундской готики. Ковер под органом, еще раз орган, органом шпилера. В память об освобождении города. Главная реликвия этой церкви – статуя Богоматери Доброй Надежды, выполненная из дерева в XI веке. На ее счету множество чудес по спасению города Дижона. Фасад собора Ноттердам с несколькими рядами украшенных скульптурой источных желобов. Колокольные часы с молотком, действующим как бы от человеческих фигур, привезены из бельгийского города Курте. В номере гостиницы в Дижоне. Две кроватки, стенки так довольно прилично оформлены. Две подушки, скажем так. С той стороны шкаф, телевизор. Что мне особенно нравится – поднятый умывальник. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова